Итак, я начинаю переделку старого сайта, который называется jfax.ru И для начала, здрасте! И давайте посмотрим, о чем будет эта серия роликов Не буду вклиниваться в процесс Читать вам, вы сами отлично читать умеете Умеете пользоваться клавишей пауза В общем, будет интересно, потому что будет использовано большое количество аспектов От начала до конца, серьезной доработки Несерьезного сайта на примере двух-трех сущностей Ну вот, примерно как-то это все вот так будет выглядеть И давайте для начала, наверное, определимся, что нам нужно делать Итак, я создал небольшой файл, который в формате markdown Сюда поместил интересную информацию, которая была указана на слайдах Чтобы ее разместить в репозитории Ну а также накидал небольшой план реализации Давайте я, наверное, вот так вот сделаю его для просмотра поудобнее Я надеюсь, вам все видно Я буду снимать полный экран, чтобы за кадром не осталось ничего скрытого В общем, так что, если будут какие-то промелькивать Ну, так сказать, интимные подробности, да, то есть проекта Я прошу вас насудить строго Потому что хочу по максимуму показать все Что, собственно говоря, придется делать Ну и, в общем-то, с чего, собственно говоря, требуется начать Ну, видимо, вот это придется закрыть Потому что здесь видно Ну, во-первых, этот план не от начала до конца Да, это всего лишь примерный план Это я накидал себе, чтобы, собственно говоря, не забыть, что вам говорить и что дальше делать Потому что, когда пишешь видео, обычно забываешь о чем оно Вот, и первым делом нужно создать репозиторий Создание проекта, подготовка его инфраструктуры Ну, наверное, вот в этом видео как раз этим и займемся План, как вы видите, будет продолжаться Я буду дописывать сюда В репозитории этот файл выложу, и он будет доступен Может быть, как отдельная страница Это может быть, как описание к репозиторию Ну, в общем-то, не важно, как это будет выглядеть Главное, что у вас будет иметься к нему доступ Ну, и для начала, я думаю, нужно создать репозиторий Для этого я пойду, собственно, на github.com Пусть будет именно так И вот таким вот образом я поступлю Итак, я буду создавать репозиторий Facts Он свободен, странно Пусть он будет публичным Добавим туда несколько файлов Я выберу Visual Studio Потому что я буду писать Visual Studio Ну, во всяком случае, не только Visual Studio Ну, пока вот так Лицензия Ну, знаете, лицензию я выберу MIT лицензию Она, как бы, такая самая простая Создаем репозиторий Итак, репозиторий у нас создан Теперь мне его нужно клонировать Я использую SSH подход Можно использовать HTTPS Ну, я буду обычно Я закинул на github свои ключи В общем, буду через git То есть, к gitu буду подключаться через SSH Ну, вот, я уже начинаю путаться Так, я буду использовать Ну, пусть будет форк Я использую обычно несколько git клиентов Обычно использую git extension Но чаще приходится Сейчас, в последнее время Все чаще приходится переключаться на новый Итак, я сейчас склонирую его Этот файл Git project Отлично Ну, я думаю, что Надо посмотреть, что у нас тут есть Да, это будет прекрасное место Facts Отлично, создаем Итак, у нас есть первый репозиторий В смысле, у нас есть репозиторий В нем буквально там Несколько файлов Давайте посмотрим, какие они И первым делом я, наверное, заберу Вот этот файл Который находится на рабочем столе Так, мне его нужно предварительно закрыть И, знаете, даже не добавлю А, наверное, открою Да, так вот Сделаю ctrl-c Закрою И вот сюда, в readme.md Добавлю вот это самое описание Очень удобно получилось Теперь этот файл можно удалить Этот можно сохранить Вот таким вот образом Ну, и можно сделать Собственно говоря, первый commit Это я сделаю вот таким Так, давайте я буду описание Писать по-русски, чтобы вам было удобно Потому что у меня привычка писать по-английски Ну, давайте так Первый commit И мне нужно добавить его в stage Отправить И отправить на сервер Давайте проверим, что у нас Файл прилетел сюда И теперь у нас есть описание В общем-то, теперь вы уже Можете его Смотреть Я скопирую сейчас этот файл В описании На сайте На сайте к видео Вот оно, мое видео Вот оно, описание И добавлю сюда список ссылок Вот эту вот штуку Отлично Начало положено Дальше, что от нас требуется Ну, судя по нашему плану Теперь нужно создать сам проект И, в общем-то, приготовить его к работе Итак, первым делом Я в папке, где находятся мои факты Создам еще пару папок Одна называется src В которой будет лежать, собственно, source исходники И вторая папка Ну, я обычно называю ее Вот, нот Ну, в общем-то, всякая всячина В которую, собственно говоря Текстовые файлы какие-то могут помещаться Еще какие-то дополнительные файлы В процессе обработки Или еще там Картинки Неважно В общем, всякая всячина Так называемая Она туда пригодится Ну, и я запускаю, собственно говоря Visual Studio Давайте создадим проект Я создам новый проект На этот раз это будет О, как интересно Смотрите, не загрузилось Загрузилось Так, это будет веб-приложение Веб-аппликейшн И, в общем, на sp.net core Сейчас я его положу в папку Факт Да, или давайте я лучше выберу Чтоб я не помню, как ее назвал Да, вот она Фактссрц Вот И назову его по образу и подобию Чтобы выделить в отдельный namespace Пусть называется Колобонга namespace.фактс И само приложение будет называться Ну, давайте назовем его Веб А solution я буду называть без Суффикса веб Чтобы он, как бы, все в кучу собирал И теперь нужно выбрать, какой проект я буду делать Соответственно, я буду Net5 Netcore И я буду использовать MVC То есть Model Your Controller Почему? Если кратенько об этом остановиться То существует новый подход Который называется Page То есть Он более Четко инкомсулирует подход Request-Response Когда у вас в один request Закладывается Все view-модулы Все инжекты И на выходе То есть на респонзе Как бы эта концепция Ну, грубо говоря Очищает Вот этот Весь стэк запроса И на следующий запрос У вас это все создается заново Я использую MVC Мне этот подход Ну, наверное Более привычен Да, хотя Вот этот вот Page-подход Он более, наверное Соответствует действительности Когда у вас Request-Response Инкапсулируется В одном В одном методе В одном Собственно говоря Инфраструктурной единице Которая реализована В этом Page Так называемом Я буду использовать MVC Не судите Строго Просто так привык И больше того Я сделаю здесь Individual User Accounts То есть Базу данных Пользователей Я буду хранить На своем компьютере Зачем? Ну, во-первых Я не собираюсь Сюда вводить Большое количество Пользователей А я буду использовать Это один Но Это даст мне Возможность Подключить Сторонние Так называемые Провайдеры Авторизации Например Facebook Или Google Или Microsoft Или VK Например И в общем-то Упрощить Вот эту систему Входа Более того Если вдруг Я захочу Поделиться этим проектом И позвать еще кого-то Не знаю Может быть даже В процессе реализации Этого проекта То в общем-то Welcome Пользователи смогут Также зарегистрироваться И будет проще Так сказать Масштабировать Этот проект Пока остановлюсь На том Что я создам Просто проект Docker Ну наверное Нет Razer Compilation Что это такое Это позволяет При изменении То есть Траницы Просто Вот этой SHHTML То есть Razer Без компиляции Проекта Запустить его И увидеть изменения В противном случае Вам придется Каждый раз Компилировать проект Ну и наверное Дальше я нажму Итак Перед нами проект Давайте я закрою Это окошко Visual Studio Сейчас доустановит Асембли Я упомяну Один раз Что я использую ReSharper Вот Поэтому некоторые Может быть Шоткаты Или допустим Какие-то команды Или какие-то менюшки Ну вот Имейте ввиду Что я его использую Итак Для начала Я делаю Одну и ту же Процедуру Обычно Я удаляю IIS Потому что Он привязан К платформе Windows А я изначально Хочу сделать проект Который должен быть Кросс платформенным Поэтому Вот Я просто так делаю Но вы в принципе Можете использовать IIS Это ваши Собственно говоря Проблемы полового созревания Если хотите В общем Я называю Castrail Этот проект У меня будет запускать Он будет работать На HTTP Пусть будет Пятитысячный порт Ну Наверное Наверное Не пятитысячный Давайте я сделаю Семь тысяч Четыре Не знаю Просто Вот Семь тысяч Четыре И все Семь тысяч Три Просто много Проектов Которые Создаются У меня Они обычно Используют Пятитысячный порт Я забываю Обычно И В общем Пусть будет Так вот Как есть Я сейчас Запущу проект Посмотрю Что он работает Итак Проект Запустился Welcome У нас есть Регистрация В общем Пару-тройку Кнопок Которые Вводят По страницам И С этим Как бы Все понятно Давайте посмотрим Что у нас Здесь Создалось Итак У нас есть Здесь контроллер Здесь уже Логер Есть И Есть папка Data Здесь Application DB Context Который Уже Собственно Готов К наполнению Но Перед тем Как приступить К созданию Сущностей Собственно У нас По плану Давайте Я открою И покажу Его И собственно И говоря Даже не столько Вам Сколько Себе Control O У нас Здесь Есть Проект Который Называется Facts Вот он И Здесь У нас Есть Readme Чтобы Всегда Был Перед Глазами Итак Первое Дело Мы Уже Создали Нет Вот Оно Создали Регистрация На гитхаб И создание Проекта Настройка Логирования Значит Дальше Мы будем Делать Именно Настройку Логирования Я предлагаю Использовать Серию Лог Мне Он Больше Нравится Раньше Все время Сидел На Лог For Net Ну И В общем Для того Чтобы Настроить Нужно Установить Dependency Нужно Установить Зависимость И так Это Давайте Позакрываем С этим Будем Разбираться Позже Итак Что такое Unlock Unlock Система Логирования Которая Реализует Имплементирует Так сказать Интерфейс Как это Называется Ilogger Дело в том Что В самом ASP.NET Core Это Логирование Сделано Очень скудно Сам Microsoft Предлагает Использовать Сторонние Потому что То что Реализовано Внутри Фрамворка На самом деле Сделано Для простоты Чтобы Можно было Быстро Начать Проект И Здесь Я пишу Серию Отлично Вот у меня Тут Подсветка Ну Значит Что Какие Варианты Вообще Серию Лог Может писать В разные Файлы В разные То есть Может писать В лог Файлы Может отправлять В application Insight Может отправлять Допустим В другие Системы Логирования Может В консоль Может В дебаг Может Еще В общем Сорсов У него На самом деле Много Вот Вы их На Собственном Гре Видите Итак Я Во-первых Ставлю Лог В В Спадут Netcore Чтобы Интегрировать Его В систему Дальше Мне Нужно Насчет Логирования Файл Не знаю Давайте Пока Мне это Не нужно Я Это Делать Не буду Просто Подключим Его Чтобы Он Заработал И Первым Делом Нужно Найти Как Это Делается Так Ну Во-первых У нас Здесь Много Лишнего Давайте Это Почистим И Установка Серий Лог В общем-то Давайте Воспользуемся Системой Которая Называется Google Здесь Напишем Серий Лог Серий Лог Тоже Неплохо Асп Дот Нет Кор В общем Не нужно Держать Все В голове Вот Мне Оказывается Уже Здесь Что-то Есть Наверняка Уже Все Придумали За Нас Нужно Пользоваться Плодами И Трудами Других Людей Итак Что Здесь Написано В официальной Документации Нужно Создать Лог Запустить Строение Хоста И Высводить Его Потом По завершению Ну В общем Давайте Это и Сделаем Я не Буду Мудрствовать Лукаво Сделать Вот Таким Вот Способом Вот Это Вот Заберу Подставлю Вот Сюда Она Уже Здесь Есть И Мне Нужно Теперь Зависимости Подставить Ну В общем После Установки Серилога Это не Составило Большого Труда И Единственное Что Здесь У нас Есть Инт Возвращает Майн Ну Давайте Сделаем Не Воид А Инт И Так Можно Сказать Почти Все Кроме Что Нужно Нужно Вот Здесь Подключить Еще Серилог И Это Делается Вот Таким Вот Образом Давайте Комментарий Уберу Для Красоты В общем Давайте Запустим Теперь Приложение Теперь В консоли У нас Должно Быть Очень Все Красиво Как Вы Видите Это Не Сложно Ну И Вот Раскраска Появилась Боевая Так Сказать Более Подробно Видно Что Было Произведено В какие Моменты Времени В том Числе И В каком Левел Так Называем Уровне Инфо Баг Или Ворнинг Очень Удобно Мне кажется Это читабельно Особенно Главное Что Циферки Показываются Очень Интересные Ну Например Если Я нажму F5 Переключусь Обратно Вот Моя Страница Выполнена За 14 Миллисекунд Это Как бы Похвально Итак Вторую Задачу Из Предстоящих Перед нами Мы сделали Реализация Входа И выход На сайт Ну Давайте Для начала Посмотрим Что Она Работает Для этого Давайте Для начала Запустим Проект Хотя Нет Для начала Нужно Сделать Следую Нужно Посмотреть Куда У Нас Так Давайте Сделаем Таким Образом Куда Она у нас Будет Ходить База Данных То есть Строку Подключения Указать У меня Настроено Сейчас На Local DB Мне Этого Не Нужно У меня Есть Docker В котором Крутится Собственно Гре SQL Сервер Вот Он И Он У меня Находится По Адресу Так Inspec Inspec Localhost 4433 Копировать Свернуть И Я Здесь Устанавливаю На самом Деле Он Может У вас В Докере Может Установлен Систему Почему В Докере Потому Что Обновлять Его Гораздо Проще Потому Что Деинсталировать SQL Сервер Ну Практически Невозможно Нужно Просто В Инду Переставлять А Если У вас В Докере То Вы Имидж Убиваете Ставите Новый И Ок Ну Название База Данных Я Наверное Оставлю Вот Такое Fact DB Так Вот Это Мне Точно Не Нужно Это Подставляется Автоматически Trust Connected Нет Она У меня Тоже Работать Не Будет Потому Что У Меня Опять же Докер И У Меня Здесь Есть Такая Специальная Упс Прошу Прощения Где Он Вот Такая Подсказка Которая Говорит Кто У Меня Пользователь И Какой У Него Пароль User ID Равен SA Точка Запятой Пасворд Равен Вот Такой Это Моя Локальная База В Принципе Мне Этого Достаточно Далее Смотрите У У меня Есть Development JSON И В общем То Он Предполагает Какие Подмену Параметров То Есть Если У Будет Несколько Я могу Это Сделать Но В общем Я могу Сделать Подмену Параметров При Публикации В зависимости От того На Каком В Какой Конфигурации Загружен Проект Production Или Develop Пока Этот Develop Подставлю Подставлю Я Как В Одном Из Видео Показывал Как Настроить Работу Через Вот Этот Launch Settings Когда Здесь Можно Подставлять Нужные Вам Параметры И Это Собственно Гля Будет Работать Более Продуктивно Если Вы Будете Использовать DICD То Сей Сей Континес Интегрешн И Диплом Интегрешн То Есть Заговорился Я Уже Давайте Дальше Я Уже Просто Хочу Запустить И Проверить Что У меня Создастся База Данных Для Этого Я Открою Data Grip Вы Можете Использовать SQL Management Studio Или Еще Клиентов Для Работы С Базами Данных В частности Их Очень Много И У меня Здесь Надо Проверить Что У меня Есть Docker Это Docker У меня Сейчас Содержит Одну Базу Данных Я Так Надеюсь Их Тут Еще Даже Несколько Так Да Базы У меня Нет Это Чудно И В общем Сейчас Я Запишу Приложение Сделаю Логин И Моя База Данных Должна Создастся Хотя Давайте Остановлю Эту Штуку И Покажу Как Это Можно Сделать По Другому Если Открыть Package Management Console То Можно Написать В общем Там Update Database Нажать Enter И Как Видите Проект Сейчас Соберется И Напишет ОК То Данный Момент Он Не Просто Соберет Проект Но И Создаст Базу Данных Где На канале Есть Видео Которое Мне Показывал Как Управлять Миграциями Создание Удаление Базы Данных А Вот Собственно Чего Я И Говорил Сейчас У нас Здесь Ошибка Не Может Установиться Подключение Потому Что Я Забыл Указать Local Хост И Собственно Говорят Порт Потому Что Вернее Не Забыл А Указал Неправильно Здесь Нужно Поставить Запятую Ну Вот Я Сам Себя Проверил Нажмем Enter Теперь База Создаться И В принципе Вот В это В консоли Сейчас Увидим Как Это Будет Создаваться Ага То Мы Уже Все Увидели Якобы Ну Прошу Прощением Фокус Не Удался Итак Открываем Базу Данных Нажимаем Обновить У нас Здесь Теперь Появился Нет Еще Вот Вот Только Появилась База Данных И У нас Здесь Схема Дбо Сейчас Она Подгрузится И Как Вы Понимаете Вот Эти Вот Таблицы Вот Это Создал Энтити Фреймворк Чтобы Хранить Тэм Хистори А Эти Таблицы Создал ASP.net Роли Их Логины И все Такое И клаймы В том числе Надо Сказать Что Роли Это Предыдущая Модель Реализации Ролевой Модели Да Простите Казакаламбур Сейчас Это Все Основано На работе На клаймах Это Более Точечная Настройка А Роли Имплементируется Как раз Набором Этих Клаймов Ну Это Так Вот Поверхностного Объяснил Но Может Быть Непонятно И попробуем Зарегистрироваться В системе А предварительно Я хочу Увидеть Что у меня В пользователях Ничего нет Вот Они Пользователи Вот Пусто И так Я хочу Зарегистрироваться Я потом Кнопку Регистрации Сотру Здесь Мне В принципе Дев Колобонга Ну Пусть Будет Нет Паспорт Ну Давайте Какой-нибудь Простой Паспорт Заведу Чтобы Потом Его Не забыть И Регистр Так Мне Он заставляет Ввести Буквы В заглавную Буквы С маленькой Ну Я этого Чего-то Не хочу Давайте Настроим Эту Штуку И Отключим Ее Так Делается Это Очень Просто Нужно Вот Здесь Давайте Я Вот В этом Месте Сервис Конфигура Айдентити По-моему Опшенс Да Айдентити Опшенс Конфиг И Я скажу Конфиг Ну Как ты его Назвал Не очень Эстетично Конфиг Да Вот Я хочу Чтобы Меня Паспорт Required Digits Давайте Я поставлю False Так Что там Еще У нас False Required Low Case Ну Ну Пусть Этот Остается Ох С ним Это Неважно Non Alphabetic False Чтобы Он не Требовал Все Эти Буквы Так Давайте Я Опять Поступлю По образу И подобию Так Это Сотрем Что там Еще Required Upper Case Напишем False И Наверное Еще Там Что-то Было Unique Char И Required Length Ну Поставим Чтобы Не меньше 6 Пусть Будет 5 Не важно Хотя Помолчаю По-моему 6 Да Помолчанию 6 Ну Пусть И Так И Останется Здесь Поставим Эту Штуку И Запустим Еще Раз Хорошо И Теперь Я Снова Завожу Пароль Простенький Главное Не забыть И Нажимаю Enter Ну Ладно Не Enter Теперь Система Меня Пропустила Страничка Создана И Теперь Мне Нужно Подтвердить E-mail В общем-то Нажав На вот эту Ссылку Я ее Автоматически Подтвержу Потому что Это режим Разработки Ну А в реальном Проекте Там внутри Проверка Если Если Девелопмент Показать Ссылку Если нет Отправить Ряд На Мыло Я вот Сейчас Делаю Подтверждение Проекта Мыло Якобы Подтверждено Нажимаем Логин Я пишу Здесь Дев Колобонга Кстати Можете На него Писать И Здесь Завожу Тот пароль Который Я придумал Вы Конечно Можете Видеть В Гитхабе Ну И В общем-то Как Вы Видите Логин Работает Логаут Работает Все Чудно Замечательно Зря Я Вышел Наверное Колобонга Нет И Здесь Опять Пароль И Поставлю Запомнить Меня Enter В общем Я Систем Вот Входов Выходов Для Сторонних Людей Я Буду Удалять В принципе Не требуется Хотя Есть Интересное Предложение По поводу Комментариев Я думаю Что мы Там Пока Оставим Как Есть И Обсудим В дальнейшем Итак У нас Проект Создал Логирование Подключено Давайте Я Это Все Пока Остановлю Вернусь В наш Файл Документации Так Здесь У нас Что Серилок Нам Больше Не Нужен И Раз У нас Вот Эта Штука Готова Давайте Сделаем Вид Что Она У нас Готова Создание Проекта Ну Здесь У нас Давайте Вот так Логирование Готово Реализация Вход На выход На сайте Работает Это Мы Тоже Закроем Вот Ну И В связи С тем Что Два Нижних Уровня Закрыты Давайте Закроем Этот Итак Настройка Добавление Отчетной Записи Создание Сид Вот То О чем Я Говорил В общем То Ну Чтоб Каждый раз Не Нерегистрироваться Потому Что Ну Давайте Так По порядку В процессе Разработки Сайта Есть Данные Которые Должны Быть В Новой Базе Данных Ну То есть Всегда Изначально Да Они Называются Исходные Данные То есть Еще Называются Сидированные Данные То есть Они Заполняются В методе Сид Который Выполняется Сразу После Создания Базы Данных В SQL Сервере Ну Например В SQL Заводить Категории Какие-то Для Сайта Или Предопределенные Сообщения В какой-нибудь Структуре Данных Такие Данные Запихиваются В метод Сид Который При Перенесении На новый Проект Новый Сайт На новый Хост При старте Приложения Автоматически Прописывается И система Начинает Работать Туда Заносит Те Данные Которые Нельзя Создавать Ну То есть Например Для того Чтобы Вам Будет Раздавать Права Другим Пользователям Вам Нужно Или Права Создать Или Пользователя Создать Ну То есть Вы Не сможете Попасть В базу Данных Если У вас Нет Прав Поэтому У вас Либо Пользователь Должен Раздаст Вам Права Либо Уже Ваш Объект Ваш Логин Должен Привязан Быть К Права Ну И Вот В данном Варианте Мне Тоже Придется Я Пользователям Каких-то Этапах Поэтому Я Сделаю Сид Где Добавлю Логин Свой И Наверное Не знаю Может быть Роли Добавлю Вот Посмотрим Но Это Делается На самом Деле Очень Просто И Давайте В этой Серии Я Сделаю Еще Это А Класс Уже Будем Создавать Следующей Серии Итак Я Пока Это Сохраню Даже Не Буду Пока Закрывать И Здесь У Нас Как Это Делается Ну Надо Понимать Что У нас Здесь Есть Папка База Можно Сделать И Вынести Этот Файл Проекта То есть Вообще Вот Эту Папку Можно Вынести В отдельный Проект Для Чего Это Делается Допустим У вас Кросс Какая-то Платформная Система Много Проектов Или Много Команд Которые Реализуют Один И тот Же Функционал Например На Ну На База Данных Они Дублируются Потом Синхронизируют Как вариант Можно Выносить Я Выносить Не буду Я Не собираюсь Ну Так Широко Разносить Но В отдельную Папку Дата Я Это Все Положил Вернее За меня Это Любезно Положил И Visual Studio И Я Создам Сейчас И Ниши Лайзер GS Ой GS Тфу Тфу Никакого GS Только C Sharp Вот И В общем То Это По идее Будет Статичный Класс Который Я Буду При Миграции Вызывать И В него Прокидывать Дб Контекст И В него Напихивать Нужные Данные Так Давайте Наведем Порядок И Теперь В папке Ой В смысле В файле Программ Нужно Вот В этом Вот Месте Так Сказать Создать Хост Вар Хост Равен Как раз Вот этот Вот Хост И Здесь Мы Его Запустим Ну И Перед тем Как Его Запустить Я Должен Сделать Using Я Должен Сделать Вар Скоп Создать И Этот Скоп Взять Из Хоста Create Сервис Сервис Create Скоп Нет Create Скоп Вот Скоп Это такая Грубо говоря Песочница В которой Можно повозиться А потом При выходе Из Using Она Просто Удалится И В общем-то Очистит Память Грубо говоря Вот Если Так Абстрагироваться От Нюансов Да Ну И Здесь Я Как раз Должен Сказать Data Initializer Initializer Create Или Допустим Init Initialize Не люблю Сокращение Прошу Прощения Скоп И Мне Скопа Нужно Отправить Именно Сервис Провайдер Ну Вот Как-то Вот Таким Вот Образом Причем Здесь Я Могу Использовать Вот Такой Вот Подход Это В принципе Тоже Будет Работать Ну И Теперь Мне осталось Создать Этот Метод В котором Собственно Я И Буду Добавлять Нужные Мне Данные Ну Давайте Для Красоты То Есть Вот Эти Новые Фишечки Они Конечно Хорошие Но Вот Привычка Все Таки Привычка И так Давайте Создадим Статичный Метод Вот Что Он Делает Здесь У нас Будет Сервис Провайдер Здесь У нас Будет Пусто И Теперь В процессе Старта Приложение У меня Создаст Хост Потом Выделится Специальный Сков Внутри Которого Будет Обработано Все Операции То есть Создастся База Данных Создаться К ней Реквест Вернее База Данных Если Ее Не Существует Она Создастся Этот Реквест Получит Доступ К Этой Базе Данных В этом Реквесте И В общем-то Суть Сводится К тому Что Мы Наполним Данными И По Окончанию То есть При Старте Хоста У нас Уже База Данных Будет Создана И Наполнена Ну И Для Того Чтобы Убедиться Что Там Пусто Собственно Гря Нужно Как Раз Сделать Следую Надо Сказать Что Созданный Чуть Выше Скоп В Принципе Уже Достаточно Но Все-таки Я Создам Еще Один Скоп Чтобы При Перенесении Этого И Дата Нишалайзера В Другое Место А так Тоже Может Быть У Меня Тоже Была Возможность Использовать Скоп 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 Много Не Бывает Поэтому Я Сделаю Таким Вот Образом И Теперь Я Хочу Сделать Наверное Это Таском Я Сделаю Async Здесь Сделаю Task Чтобы Она Вызывалась У Меня И Здесь Наверное То же Самое Я Сделаю Await Вот А Здесь Int Обернув Task Ну Мы же Современные Люди Поэтому Будем Использовать Task И Здесь Соответственно У меня Будет Давайте Я сюда Вернусь А Я его Еще Не Создал Task Initialize Я Его Не туда Написал Ой Я Пробел Не Поставил Task Вот Вот И Будет Он Возвращать Что? Не Будет Он Ничего Возвращать Await Вот Таким Вот Образом Initialize Но Следуя Naming Convention Я Async Ну Иногда Это Очень Помогает Особенно В Групповой Разработке Когда Если У вас Файл Он Асинхрованный То Он Должен Иметь Суффикс Async И Просто Наблюдая Название Файлов Название Собственно Гре Методов Можно Сразу Понять Как Эта Штука Работает Ну Здесь Я Напишу Using Var Нет Конечно же Var Context Равен Scope Ну Скопов Много Не бывает Get Services Так И Мне Нужен Service Который Называется Application DB Context Вот Он То То есть Я Получил Context Ну А Теперь Мне Нужно Собственно Говоря Проверить Что База Создана Если Не Создана То Убедиться В том Что Она Создана Для Этого Нужно Создать Перемену Is Exist Context Мне Нужно В Context Обратиться Get Service Это Сервис Из Контекста I Data Creator Вот Таким Вот Образом И Теперь Мне Нужно Проверить Что База Данок Существует Для Этого Нужно Привести К Data Relational Data Creator И Я Тут же Хочу Проверить Что Data Exists Не Так Так Да А Мне Нужно Привести Его As Data Creator И Тут Хочу Проверить Что Это Data Creator У Нас Exist Read Async Так Сейчас Один Момент Не Вижу Exist Async Ну Вот Так Вот Я Сейчас Сделаю И Наверное Будет Понятно Здесь Конечно же Wait Нужно Поставить Так Data Creator Exist Так Так Только Наверное Не Reader Я Наверное Здесь Промахнулся Database Creator Вот Так Вот Ну В общем Что В этих Строчках Давайте Поподробнее На секундочку Остановимся Итак Мне Нужно Проверить Что База Данок Существует И Она Не Просто Существует А В общем Мне Нужно Обратиться К Дб Контексту Который И К ней Подключение Здесь Я Поставлю Восклицательный Знак Который Мне Скажет Что У меня Здесь Это Не Может Быть Ну И В общем Я Проверяю Database Creator Что База Данок Существует И Если Она Exist Тогда Мы В общем То Ну Я Буду Делать Вот Таким Обратами Если У меня База Данок Exist То Я Делаю Return Я Ничем Больше Базу Данок Наполнять Не Буду Мне В общем То Это Возможно Не Буду Использовать Но Роли Все Равно Создам И Давайте Наверное Вот Таким Вот Обратом Поступим У меня Нет Здесь Еще Папок Совсем Давайте Создам Infra Structure Так Infrastructure Папка Вот Ну И В ней Давайте Я Для начала В ней Создам Папку AppData Ой В смысле Папку Файл AppData Который Будет Static И В нем Я Создам Ну Вот Таким Вот Образом Property String Administrator Roll Давайте Name Наверное И Это Будет Даже Наверное Можно Констант Это Сделать Administrator Вот Таким Вот Макаром Он Мне Предлагает Его Сделать Статик Это Естественно Вообще Наверное Констант Проще Сделать Конст Вот И Я Хочу Сделать Штуку Которая Называется Нет Давайте Я Сделаю Перечисление Public Enumerable String Давайте С Маленькой Буквы String И Назову Rolls Ну В общем Я буду Здесь Возвращать Список Return Yield Так Давайте Давайте Сделаем Свойства Get Yield Return Вот Как раз Тот Самый Administrator Name Так Что-то Я его Неправильно Написал Administrator Ну Тоже Неплохо На самом деле Administrator Name Вот Так Вот И Наверное Это Тоже Мы Сделаем Static Нет Static Хочу Чтобы У меня Роли Были Доступны Ну И Наверное Нужно Еще Сделать Какую Нибудь Дополнительную Роль Прошу Прощения Пусть Она Называется Допустим Ну Пусть Она Называется User И Я Назову Его User И Соответственно Добавлю Сюда И Того У Меня Уже Таким Вот Манером Получилось У меня Уже Две Роли Есть User Role Name Зачем На Будущее Ну Хотя Конечно Это Очень Даже Сильно Не Принято Делать Так Я Нечаянно Запустил Проект Давай Ну Отлично Он Не Работает Итак У Меня Здесь Да Мне Здесь Нужно Сделать Async Вот Таким Образом И Теперь Когда У меня Есть Роли Я Теперь Могу Их Создать Ну Давайте Покажу Как Эти Роли Изначально Как Создать Пользователя И Как Накидать Ему Роли Для Начала Первым Делом Нужно Контексту Все Таки Сделать Migrate То Я могу 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 Сказать Ему Migrate И База Данных Создаст Как Раз В этом Месте Дальше И Если Теперь У нас Есть База Теперь Можно Давайте Сделать Так Вот Два Роли С Роли С Роли С Роли Роли Давайте Ту Рей С Делаем Теперь For Each Роли Да Вот Так Вот Мне Нужно Создать Роль И Добавить И Базу Данных Но Естественно Перед Тем Как Добавлять На Тот С Случай Так Сказать Если Вдруг Они Уже Там Есть Мне Нужно Проверить Что Их Там Нет Ну И Для Начала Здесь Создадим Roll Store Roll Store Это Так Вот Рол Store Во И Роль У меня Она Будет Стандартная Я Никаких Изменений Не Делал Здесь Нужен Context Вот Нет Смотрите Ка Нужно Ну Давайте Так Вот Identity Roll Рол Таким Вот Образом Да И Теперь Я могу Сказать Roll Store Для начала Нужно Получить Давайте Не Так Есть Лим Контекст Roll Any Ну То Есть Любая Из Ролей Давайте Вот Так Вот X Name Нет Давайте Лямбду Пропишем X Name Роли Совпадает Ну Что у нас Там Roll Да Roll То есть Если у меня Нет Роли Тогда Roll Store Create По-моему Да Create Roll Await Здесь Напишем Что нам Всегда Нужен Сюда Identity Roll New Identity Roll Здесь Название Роли Как раз Роль И Вот Таким Вот Образом Ну Единственное Что Я Не знаю Как В 5 Но Я Не хочу Это Проверять Сейчас Я Просто По Образу Подобие Как Это Было В 3 1 Я Скажу Что Еще Normalize Name Это Roll Uppercase Ну В общем Там Она Просто Некорректно Делалась Я По Образу Подобие Как Это Было Давным Давно Вот Таким Вот Макаром Добавлю Роль То есть Не Просто Название Роли Но Еще И Normalize Name Она Должна Быть Заглавная Опять Ж Соблюдаю Некоторые Convention Ну И Теперь Когда У Менее Роли Добавлены Теперь Я Могу Создать Пользователя И Этому Пользователю Назначить Все Роли Ну Или Там Допустим Только Одну Ну Теоретически Сам Принцип Назначения Ролей Сам Принцип Roll Base Он Работает По Такому Принципу Что У Вас Есть Нисходящая То есть Маленькая Самая Роль То есть Первый Пользователь Который Является Незарегистрированным Второй По уровню Это Который Пользователь Зарегистрирован Системе И Дальше Уже Если Пользователь Зарегистрирован И у него Есть роль И Роли Понарастающие Ну В общем Обычно У администратора Есть Все Роли Но Это Опять же Такой Может быть Договоренность Или Конвеншн Или Общий Принято Использование Вариант Я Сейчас Просто Создам Пользователя Который Дев Колобонга Нет И Давайте Я его Создам А потом Накидаю Ему Роли Ну Для Начала Создам Допустим Конст Стринг Ну Давайте Нет Конст Стринг Юзер Нейм Это Будет У меня Дев Собака Нет Давайте С маленькой Буквы Дев Собака Колобонга Нет Точка Нет Вот И Теперь Я должен Создать Пользователя Но Прежде чем Его Создавать Нужно Поверить Есть ли В базе Такой Пользователь Уже Контекст Юзер Вот Они Юзер Эни И Здесь Создадим Лямбду Юзер Ну Давайте Емейл По имени Ой По Емейл Будем Проверять У меня Как раз Емейл Совпадает С Юзер Нейм То Есть ли Пользователь Есть Тогда Его Собственно Говоря Не будем Создавать И Здесь Тогда Нужно Сделать Вот Так Вот Если Нету Тогда Ретурн Ничего Больше Делать Не будем Вот Вот Так Мне Больше Нравится Вот А Если Пользователя Нету Тогда Довар Довар Юзер Равно Нью Айдентити Юзер И Теперь Нужно Нафигачить Так Сказать Некоторое Количество Параметров Для этого Юзера Ну Первый Емейл Равно Юзер Нем В моем Случае Это Будет Совпадать Емейл Конфирмит Я поставлю Тру Чтобы Каждый раз Его Не Подтверждать Я Поставлю Айди Мне Не Важно Нормалайз Емейл Это Как раз Юзер Ох Ничего Себе Юзер Нейм Ту Апер Дальше Мне Нужен Наверное Ну Телефонный Номер Ну Пусть Будет Какой Нибудь Плюс 7 900 1 2 3 1 2 3 1 1 Ну Вот Такой Номер Пусть Будет Юзер Нейм Соответственно Юзер Нейм Дальше Что Мне Тут Еще Интересно Секьюрити Стэм Ту Фактор Фом Конфирмит Ну Давайте Я Скажу Что Тру Что Тут Еще Есть Нормалайз Юзер Нейм Это Юзер Нейм Ту Апер Вот Так Вот Наверное Ну Еще Для Приличия Я Сделаю Секьюрити Стэм Правин Давайте Так Вот Гуит Нью Гуит Ту Стринг И Поставлю Д Формат Ну Вот Чтоб Вы Видели Что Он Подавляет Вот Таким Упросом То Есть Пользователя Создал И Теперь Не Этого Пользователя Нужно Добавить Базу Данных Но Как Вы Понимаете Пользователю Нужен Пароль И Давайте Сделаем Так Пас Пас Паспорт Хэшер Равен Ю Пас Вор Хэшер Юзер Это У нас Айдентити Юзер Да Да И Сам Теперь Паспорт У нас Будет Вернее Паспорт Давай так Паспорт Ну пусть Будет Так Хэш Паспорт Хэшер Хэш Паспорт И Я Сюда Добавлю Тот Самый Секретный Пароль Раз Два Три Куэш Шифтом Раз Два Три Вот Так Что-то Я Тут Не До Указал И Еще Что Нужно А Какой Пользователь Ну Как Раз Юзер Запятая Вот Таким Вот Обратом Теперь У меня Есть Пользователь Есть Пароль Теперь Мне Нужно Добавить Паспорт Хэшер Вот Так Вот Будет Равен Ну И Теперь Мне Нужен War User Store Ой Store New User Store Ну Видимо Identity User И Сюда Мне Нужен Контекст Конечно Же И Что-то Еще Identity Это Мне Не Нужно Теперь У Меня User Store Может Быть Create Вернее Теперь У меня User Store Может Create User И Здесь У меня Дальше Что Concellation Token Но У меня Его Нету Давайте Я его Не буду Сюда Добавлять Здесь Я напишу Wait Как Обычно И Результатом У меня Как Вы Видите Будет Identity Result То есть War Identity Result Вот И Теперь Я должен Проверить Есть У меня Ошибки Какие-нибудь В процессе Добавления Identity Result Что-то Там Identity Ох ты Ёшкин Как я его Назвал Некрасиво Identity Result Да Если у меня Не Success Ну Теоретически Я должен Выкинуть Какое-то Исключение Ну Давайте Я это И сделаю Допустим Throw Если хотите New Microservice Эх Нет Такого Microservice Вис Смотрите Есть Такой Паттерн Который Позволяет Вернее Рекомендует Ограничивать Использование Exemption На вашем Сервисе Вашими А на чужих Сервисах Общими Например Если вы Сделаете Набор Exemption То есть Оверрайт Их Сделаете И будете Везде Вызывать Свои Например My Super Fact Project Exemption С припиской Null Reference Fact Null Reference Exemption Fact Аргумент Exemption То Если Наступит Какой-то Критичный Случай И увидите В логах Exemption Вы сразу Поймете Есть ли Этот Ваш Exemption И он Обработанный Вы знаете Что с ним Сделать Вы знаете Где его Искать Вам проще Будет Сориентироваться В проекте Это Первый Вариант Если Вы будете Использовать Системный Exemption Например Аргумент Null Exemption Ну Я вас Уверяю Вам Составит Большого Труда Найти Особенно Null Reference Exemption В каком Месте Когда Это Было В общем Настоятельно Рекомендую Вам Использовать Какую-то Систему Но Я В частности Буду Использовать Свою Которая Называется Callabongo Microservice Core Почему Потому Что В нем Собственно Существуют Уже Вот эти Вот Самые Exemption Я Делаю Install Так Вот Он У меня Установился И Теперь Я Могу Написать Microservice Argument Exemption Ну То Там У меня Эти Exemption Переопределены Ну И Я Могу Сказать Какой-нибудь Invalid Database Operation Да И Собственно Гря Здесь В Месседж Могу Отдать Identity Result Error Так Ну тут Мне она Говорит Что Нужно Стринговое Сообщение Ну давайте Его Напишем Это Стринговое Сообщение Var Message Равно Стринговое 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 Дальше Пусть будет Через Запятую С пробелом А здесь Как раз Identity Нет Запятая Identity Result Где он Вот Error Так Она у нас Identity Error Ну давайте Так Select Мне же Нужно Только Текст Сообщения Я вот Хочу Там Код Давайте Даже Вот Интерполяцию Я Применю И вот Таким Образом X Точка Код Допустим Двои Точья X Точка Description Ну вот Чтобы знать Что просто Произошло И мне Этого Будет Достаточно Здесь Я Сотру Все Вот Это Напишу Message Ну вот Такой Неприятный Момент Когда Пользователя Пытаемся Создать И что Там Не Не Пошло Ну В общем То Роли У нас Созданы Пользователь Создан Теперь Нужно Пользователю Накидать Его Собственное Гори Для этого Нам Потребуется User Manager И его Я могу Получить Из Dependency Injection Потому что Он Вместе С тем Когда Галочку Поставили Использовать Этот Вот Identity Она Уже Заимплементировала То есть В Injection В Контейнер Так Сказать Запихнула Manager Равен Нью Ой Скоп Get Где там Сервис Get Сервис Называется User Manager Так Здесь У нас Требуется Identity User Вот По-моему Вот Так Насколько Я помню Сейчас Проверим Здесь Не Сработает Ну А теперь Мне Нужно For Each Опять же Эти Самые Роли Пользователю Вот Таким Вот Образом User Manager Add To Rolls Ага Add To Rolls А Можно Даже Теперь Пачкать Собственно Нужно Было Так И Раз Это Async Значит Это Будет Await И Мне Нужен Здесь Ну Во-первых Пользователь Вот Он Пользователь Запятая Rolls Rolls Да Ну В общем Он И Array Понимает И Мне Нужно Здесь Поставить Восклицательный Знак Давайте Я еще Раз Проверю Что У меня Здесь Включено Да У Меня Здесь Стоит Давайте Я Поставлю Использование Вот Этот Вот Enable Nullable Reference Который Сейчас Позволяет Nullable А У меня Пятая Версия У меня C Sharp 9 Поэтому Это По Молчанию Включено Это На самом Деле Очень Удобно Так Дальше Так Ну Мне Остается Только Сделать Следую Я Хочу Сказать Context Save Change Давайте Я Снова Сделаю Async Результат И В общем Что У нас В итоге Получилось Для Начала Мы Создали Скоп Провели Миграцию Если Базы Нет Нашли Роли Добавили К базу Данных Проверили Наличие Пользователей В базе Данных Ну Мало Провели Вот Ну Теоретически Этого В принципе Быть Не Должно Потому Что Сначала Если База Не Создана То Естественно Там Пользователей Нет Если База Создана Тогда Нужно Сделать Эту Энтер И У меня Задает Вопрос Хотите Либо Действительно Уходить Базу Данных Я Говорю Да Хочу Ну Даже Если Нужно Было Ставить Ну И В общем Так Как Видите База Данных Сейчас У Меня Нет Как Вы Помните При Первом Запуске Системы Я Заходил Мне Приходилось Регистрировать Сейчас Когда Я Выполню Этот Вот Код У У меня База Данных Должен Появиться Там Пользователь Должен С таким Паролем Зайти И В общем Я Не буду Вас Томить И себя Собственно В том Числе Напишу Давайте Просто Запущу Систему В режиме Дебага И мы Посмотрим В режиме Дебага Чтобы посмотреть Что я Все правильно Написал Так Но Суть По всему У меня Здесь Пользователи А Это Создалась База Данных Ага И вот У меня Выдался Exemption Ну Неприятный Момент Давайте Почитаем Почему Так Это У нас Косконсоль Ту-ту-ту-ту Так Что Здесь Такого У нас Line Database Нжан 73 Так Интересно Так Интересно Давайте Поставим Бряку И Запустим Скорее Всего Это Где-то Было Здесь Потому Что Микросервис Database Exemption Конечно Ж С этим И Связано Давайте Даже Я Поставлю Вот Здесь Бряку Так Опа И У меня Получилось Что Нет Ничего Давайте Проверим Базу Данных Так Это Старая Давайте Обновим Судя По всему Пользователь У меня Все-таки Создался И База Данных У меня Отработала Так Давайте Проведем Эксперимент Остановим Проект Нажмем Так Стоп Сделаем Drop Database Еще раз Видимо Это Наступает В процессе Того Что Я Накидываю Много Данных Но Не Сохраняя Их Давайте Проверим Какой Тип Exemption Это Выскочил Я Так Понимаю Что Это При Первом Создании Баз Данных Сейчас Проверим Да Совершенно Верно Я Уже Вижу А Нет Я Сделал Глупость Смотрите Ну Да И Про Старуха Бывает Порно Если Успешно Тогда Выкинуть Exemption Ну Что Сказать Лошара В смысле В общем Я Уже Все Сказал Давайте Теперь Снова Удалим Базу Данных Да Хочу И Теперь Можно Запустить Давайте Проверим Что Ее Собственно Говоря Здесь Теперь Нет Базы Нет Теперь Я Запускаю Проект Опять В дебаге Ну Ладно Пусть В дебаге Так И Он Все Так Упал Значит Это Не Связано Ага Store Does not Implement User Store Так Уже Интересно Интересно Так Давайте Теперь Нажмем Опять Друг Датабейс Давайте Поставим Здесь Бряку Здесь У нас Ок И Запустим Еще раз Ну Надо Выявить Почему Эта Ошибка Случается Хорошо Пошли В 10 В 10 Мы Проверяем Так Store У нас Создался Roll Создался Это User Отлично Мы Дошли До Пользователя Хэш Давайте Сюда Перенесем Бряку Это Удалим И Здесь Password User Store Create User Successful А Вот Может быть Здесь Где-то Add User To Roll Да Вот здесь Приключилась Фигня Давайте Тогда Здесь Перепишем Как я Это Использовал Раньше Roll Так Давайте Я Сейчас Вот таким Образом Сделаю For Each Rolls Я Я Хочу Сказать Чтобы User Manager У Меня Добавил Пользователю Только Одну Роль Так Надо Посмотреть Что он Возвращает А он Возвращает Identity Result Var Identity Result И Здесь Проверим Если Identity Result Не Success Теперь Я Напишу Только Тогда Я Выкину Этот Exception Снова Ну Вернее Другой Чуть Чуть И Здесь Конечно Же Так Add Roll А он Тоже Sync Ага Здесь Identity Result Roll Напишем И Здесь Тоже Roll Допишем Ёлки Палки Здесь Тоже Roll Допишем Вот Так Вот Теперь Мы Будем Знать Что Если Не Success Тогда Будем Говорить Об В этом В крайнем Случае Давайте Еще раз Запустим Перед Этим Удалим Базу F5 Хорошо F10 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 Ну В общем То Мы Дошли До Сюда F5 Вот У нас Роли Мы Сохраняем Пользователю Вот Мы И Вылетели Отлично Давайте Посмотрим Что Тут У нас Не Так Так Store Does Посмотрим Настро Роли Роли Что Я Изначально Где То Вот Здесь Вернее Вот Здесь Говорил Что Не Буду Роли Использовать А Теперь Вот Решил Вам Показать И Наверное Где То Здесь Пропер Да Конечно Ж Смотрите Во Первых Если Я Хочу Использовать Роли Я Должен Сказать Add Rolls Ну В смысле Rolls Identity Roll Tip Если Я буду А вероятно Эти Роли Делать То Я Должен Сюда Прописать И Давайте Немножечко Красоты Наведу Извиняюсь Не могу Работать Когда Некрасиво Так И Раз Я Добавил Роли Так Давайте Запустим Еще Разочек Так Давайте Бряха Здесь Стоит Давайте Проверим Еще Раз Что Видимо Не То Отлично Я Забыл Удалить Давайте Удалим Да Хочу Запускаем Еще Раз Так Отлично Я Нажму Их 5 Видимо Получил Exemption Так Смотрите Теперь У меня Роли Добавились Ага То есть Теперь При Создании При Добавлении Роли Пользователю Я не могу Найти Эту Роль Давайте Проверим Что У нас Да Вот F4 Да У нас Получается Роли Нету А пользователь Есть Но Получилась Фигня Это Это Первая Фигня Или Последняя Которая Еще Случится В этом Проекте Давайте Еще раз Удалим И посмотрим Почему У нас Не Добавляется Роли так отлично все прошло переключаемся ой даже сайт у нас заработал давайте проверим до роли появились или нет смотрим пользователь f4 есть роли f4 есть ну и соответственно если а так она меня даже запомнила смотрите ну она увидела что я есть и запомнила меня я не регистрировался если вы помните не так df колобонга нет потому что скорее всего сам браузер меня запомнил и залогинился но да как вы видите все работает и теперь кнопка регистрации мне не требуется в общем как раз получилось то что получилось все сработало как и предполагалось давайте переключимся сюда и скажем что у нас вот это теперь тоже работает и в общем то наверно на этом все я смотрю по времени мы сильно затянули а ну давайте я тогда прям при вас скажу что я хочу положить это теперь как там создан проект и настроен нет и подготовлен для создания сущностей ну наверняка там придется нам еще что-то потом поделать но пока оставим так вот как есть вот и я хочу сказать окей и у меня появилась единичка а теперь хочу сказать отправить это все в гид отлично он у меня создался и теперь знаете что давайте я проверю что это в детей есть а вот он как раз он открытые в 5 до гид появился вот source вот сам проект отлично и теперь я хочу создать для каждого видео то есть вот когда видео буду завершать я буду создавать метку чтобы вы могли то есть мастер будет двигаться дальше по временной шкале а теги в виде допустим видео допустим видео один метка давайте так вот метка так завершено первое видео так вот я скажу но чтобы вы понимали что вы можете выбрать так и закачать то видео которое было на момент создания конкретной серии чтобы потом когда пошли дальше все комиты ну не нужно было искать и получать не получать версию проекта на тот момент в который вы смотрите видео теоретически нужно было же конечно создать и начало видео и конец но так как у меня вначале ничего не было то есть в начале следующего будет видео тег от предыдущего и поэтому сохраняем и давайте я его прям туда же тоже отправлю отправлено закрываем это у нас больше не нужно закрываю студию мы заканчиваем работу так и так где мой проект вот он в 5 до а теперь у нас здесь должна появиться метка нету ничего так видимо я что-то не добавил давайте тоже это сделаю чтобы тоже было понятно метки у меня отправились направились видео 1 вот она вот идет отправка видимо только я наверно не доделал да вот нею тег видео 1 отлично свершился теперь открываем их 5 да вот она появилась метка то есть видео 1 это завершающая стадия проекта по ну в общем по шкале создания то есть я нажимаю стоп видео на этом закончено вам спасибо всего доброго до новых встреч и спасибо что смотрите